Девочки-мальчики, сегодня буду с вами делиться рецептом заливного пирога с рыбой и брокколи. Я по этому рецепту давно уже не делала, но я думаю, что все будет хорошо. Значит, нам понадобится 3 яйца, средненьких, 3 столовых ложки сметаны, можно с майонезом смешать, например, 2 сметаны, 1 майонеза. В общем, у кого что есть. Стакан кефира. Все это размешаем. Сейчас добавим муки и разрыхлителя. Муки где-то 200-230 грамм и разрыхлителя 1 чайную ложечку. Муку сразу все всыпаем и разрыхлитель. Все, замешиваем тесто. Оно такое получается довольно жиденькое, но мы в него будем сейчас добавлять сыр и сразу же добавим все остальные ингредиенты. Брокколи, рыбку. Рыбку можете любую брать. Белую, красную, свежую, не свежую, в смысле, в консервах я имею в виду. Брокколи некоторые еще отваривают предварительно, минутки 3, наверное, но я их не буду отваривать. Я пускай, и даже если они там будут немножко такие, как говорится, на зубок, ничего страшного. Так, значит, сколько добавляем сыра? Сыра вообще надо 100 грамм, но я добавляю на глаз. Так, сыр, сыр любой. У меня моцарелла. Хорошо в этот пирог тоже идет чеддер, он тоже хорошо плавится. Любой, в общем, сыр, какой у вас есть, такой полутвердый. Я сразу добавлю немножко приправы. У меня есть такая приправа без соли. Еще по рецепту можно добавить лук обжаренный, но я не хочу сейчас заморачиваться с этим, поэтому я добавлю сушеного лука для вкусного аромата. И добавлю немножко соли. Все, сейчас добавим рыбу, порежем точнее рыбу кусочками и будем заливать наш пирог. Рыба у меня сегодня красная. Я ее вот такими кубиками нарежу, размером, как у меня брокколи. Я ее разморозила предварительно, поэтому она у меня немножко такая. Внутри даже чуть-чуть подмороженная. В нашу прекрасную смесь отправляю рыбку. И вот такие красивые брокколи у меня. Все это аккуратненько перемешиваем и выкладываем в форму. Выпекаем на температуре 180 градусов примерно 35-40 минут. Все зависит от вашей духовки. Вот такой пирог у меня получился. Не знаю, выйдет ли из берегов он. Надеюсь, что нет. Отправляем выпекаться. Добрый путь. Пирог испекся. Вот такой красавчик он получился. Никуда он не покинул границы. Норовился, ну вот судя по размеру. Но прекрасный. Сейчас он немножечко остынет. Он еще, знаете, даже... Вот это вот сверху сыр. Он хорошо пропекся. Сейчас он немножко остынет. Я его разрежу. И мы будем им обедать. Смотрите, я вот разрезала. Какой красавчик. Он, правда, еще горячий-горячий. Но кушать уже хочется. Все прекрасно пропеклось. Очень много начинки. Поэтому пирог этот рекомендую. Я вам скину ингредиенты все полностью в описании к видео. Если спросите, пропеклась ли брокколи, надо ли ее варить. Я бы не варила. Потому что она пропеклась. 40 минут все-таки приличное время для того, чтобы в духовке брокколи как-то дошла. Она у меня мелко порезана. Поэтому тоже меленько порежьте, и у вас все пропечется. У нас тут интересная посылка. Вот это неинтересно. Это кофе. Я его заказала, потому что на него скидка была. У нас тут, как называется, Prime Day на Амазоне два дня. И мне подписчица наша одна написала в Инстаграм. Говорит, Татьяна, говорит, на вашу любимую кофе, говорит, скидка. Я не могла не заказать. Заказала сразу две пачки. Обычно я так и заказываю. Просто они приходят вместе. А это Юрина одежда. Вот вы это, кто-то написал, что, говорит, прикольно, если бы Юра, говорит, как стимпанк пришел бы на работу, говорит, ну, в смысле, с каким-нибудь сорокезом, там, что-нибудь такое, говорит, в Google. Стимпанк это другое. Ну, короче, с сорокезом, с крашеным волосами, вот, чем не стимпанк, вот. Стимпанк это рэп такое, знаешь, древнее на старые паровые технологии, старинные паровозы, вот такие вот очки, вот, знаешь, для... Ну, короче, в стиле группы корм, если ты пришел на работу, почему-то с ней сравнили. Ну, вообще, как бы, корм вообще не панк. Да, ну, я к тому, что... Ну, в общем, вот в такой одежде Юра пойдет на работу. Вот я хочу о чем сказать. Ну, не прямо на работу. А куда? В офис же? Да, у нас в Google, в общем говоря, будет вечеринка Хэллоуин для гуглеров и жен гуглеров. Ну, подожди, ну, ты штаны-то сними. Ну, куда ты надеваешь на штаны? В штанах не надо быть там. В общем, Юра у нас... И у них вечеринка в стиле «Алис в стране чудес». И вот Юра у нас будет чеширским котом. Молодцы. Потому что ты на штаны надел. Это ж пижама, ее не надевают на штаны. Толстый чеширский кот. Что-то какой-то беременный. Мормальный, он такой упитанный. Да. Вот, в общем говоря. Мой костюм тоже пришел, но я его не надевала. Он будет для вас сюрпризом. Вот. Зато я не замерзну. Там же будет аутсайд. Как аутсайд? Аутсайд. Ты не сказал об этом? Ты что? А я замерзну зато. Это же, блин, будет это... Холодно уже. Да, будет вечер. И что делать мне теперь? У меня костюм не придется... Просто шубу добавлять. Так, там нету. Тебе это просто кажется. Блин. Тогда лучше я этот костюм надену, а ты мой одевай. Да, блин, ничего не надо. Что ты не сказал? Юра, вот ты как всегда. То у тебя там где-то самое главное. То где-то, допустим, там крутой бассейн, говорит. Что там бассейн есть, где-то мы пропустили и не знали. Что-то еще, короче, говорит. Самое главное. Мы костюмы тут выбираем, блин. А он не говорит о том, что там холодно будет. Там реально же вечером же уже прохладно прям будет. И что делать-то? В конце октября. В конце октября будет уже холодно. Ну какую накидку? Да, весь костюм испортится. Ну вот ты будешь ее снимать временно? Да, конечно. Зачем мне это надо? Блин, все испортил мне, короче. Добрый вечер. Да, мы тут, в общем говоря... Я тут борюсь с карплеем на машине. С новой прошивкой на телефоне. Видимо, что-то сломалось. Или со стороны карплея, или со стороны прошивки. Да, но они же должны все тоже обновлять. Вот эти вот производители машин. Отстраиваться тоже. Обычно же, когда прошивка у Apple обновляется, то все приложения, они должны подстроиться под новые изменения. Правильно? Всегда же так было. В общем, у меня теперь, когда подключается карплей на машине к телефону, и у меня тормозит камера. То есть вообще там вот так, я вот так вот там двигаюсь. В общем, мы едем к Наде. Везем, наконец-то, кость. Кость везем к Узе. Помните, мы купили рог? Рог, да. Ну, она выглядит как кость. Кусок рога... Кого? Чьей-чьей? Оленя. Оленя. Не того, который у нас тут на этом. На Бекярде пыльсется. Ну, у него-то рога есть. Значит, мы ничего не пилили. Из Аризоны привезли там в сувенирном магазине, купили рог. Ну, он вроде натуральный, настоящий. Половинка в разрезе. Вот. Потому что он у нас был в чемодане. А с тех пор, как чемодан к нам вернулся, мы их не видели. Надю. Кузю. Так что везем. Не Надю, Рог, везем. Кузи, везем. Рога. И что? Будем, наверное, там ужинать. По традиции. Не изменяя. Едем в гости с рогами. Да, едем в гости с рогами. Наставить рога. Везем с собой рога. Ой, кстати. Говоря, там. Там, помните, я показывала оленей. Которые пришли к нам с рогами. Вот. Там написали в комментариях, что олени пришли подъедать листья деревьев. Мы сегодня, да, Юр, мы это видели? В общем, я не успела записать. Вообще, такой был прикол. Я там в комментариях тоже под этими оленями переговорами написала. В общем, индейка. Индюшка. Индейка. Индейка, это, по-моему, которая уже приготовленная. Нет? Ну, в общем, птица. Индюк. Не знаю, какого рода. Там, женского, мужского. Возле дерева стояла и прыгала. Вот реально, знаете, как заяц. Прыгала на месте и пыталась сорвать с ветки листья. Это было так смешно. Я первый раз видела, как индюк прыгает. Ну, вот прям, знаешь, раз-два. То есть, не просто там летал, там подлетал, там что-то крыльями. Видимо, какая-то авария, может быть. А, да, да. А, да, авария. Что ж такое? Мы вот какой раз уже доедем? На прошлой неделе, да, вот мы? Когда улетали, тут авария была. Нет, служебные машины. Там не видно, что дальше. Авария, может, ремонт. А, странно. А и что, они прямо вообще не пускают, что ли? Я не знаю. Я не пойму. Да? В общем, очень смешно прыгал индюк. Блин. Срывая с веток листья. Но я, к сожалению, не успела снять. Что прямо вообще не пускают? Ну, видимо, да. Там, там, похоже... Там прям поднатянули ленту. Сейчас я вам покажу. Странно. Главное, перекрыто прям кусок и другой улицы. Непонятно, что происходит. Вот какая-то комьюнити-сервис-офис стоит. Непонятно, что. А, да, вот там что-то впереди. Действительно, вот там вот. А, там упал пол. А, упал столб вот такой. Да, можно сказать, машина врезалась. Столб упал. Столб электропередачи. Вот это да. Че нет. Че нет. Они его поднимают? Да. Для начала. Это... Ну да, потом почитаем в нашем Next Door. Наверняка напишут, что там произошло. Смотри, что у них тут цветет. Китайская роза, но такая сиреневая. Смотрите, какая красивая. Ой, как красиво. Кузя, мы тут привезли для Кузи подарок. Сейчас, сейчас. А Денис вот готовит, смотрите. Ну конечно. Ай, молодец. Мультимумничка какой. Хозяйственный. Ты сначала посмотри, а потом, ну, скажи, можно ли вашему псу. Закеши. Это рок. Натуральный. Я не знаю. Оленей. Это типа грыз. Это трид типа для собаки. Можно попробовать. В худшем случае он его просто вырвит. Ну ему, наверное... Ну это как кость обычная. Нет, я не думаю, что... Но нам сказали, что это собачьи. Те, кто собаки, которые едят нормальную еду. Не, я думаю, можно. Да, нормальную еду. Только я его на пати вот тогда поставлю. Кузя. Может ему не понравится вообще. Он талки ест. Ну, да. Он все облизывается, можно. Он же, он же чует. Он уже понял, да? Что это? Да. Что это? Ну, надо, надо. Не пойму, что это. Друзья, врагатый. Что это? Думаешь? Понюхает на нос, нанежит, да? Его нафиг скажи. Попробуй. Я не понял, но пахнет хорошо, да? Ну, что-то, видимо, пахнет, видимо, да. Он лежит. Ну, он потом... О, сейчас, подожди, да, да, да. Он, наверное, чувствует все-таки, да, что это животное. Да, 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 пробуй, пробуй. Пускай, пускай, пускай. Вот я как раз что, после ужина. Интересно. А он в шлеме, да, в таком с красным иракезом? А, нет, красным иракезом. В общем, они тут ходили кругами, парковались. Они тут ходили кругами, видимо, Ваню ждали. Все, мои, Денис, все, мои. Что, сама спросила? Надя, как-то приготовила перцы, отсутствуя дома. Да. Поэтому будем считать, что приготовил их Денис, да? Осторожно. А, косточки есть. Спасибо. Я свежую дыхание. Кузя, там, вот видите, он уже все. Сколько он уже? Час, наверное, грызет, да? Да. Да, слушай, час грызет, обалдеть. А вот у них говорится, что они не срезкаются. А наши отрезаны? Я уже сейчас. У них ненатуральные. А, у них ненатуральные. Вот. У них может быть цельное, а это, что наши разрезы. Торт шоколадный? Торт шоколадный, в разрезе. Ну, он как бы так. Да, у них цельный. Ты его лучше не покажи. Ну, почему? Он шоколадный. Вот, вот так вот, смотри. Вот так нормально же. Я не очень довольна. Чем? Тортом. Ингредиенты нормальные? Ингредиенты нормальные. Все, значит, все, удобно.